Всем привет! Сегодня готовим пирог-пирожное. Нежное и вкусное, но обо всем по порядку. 2 грамма сухих дрожжей заливаем 2 столовыми ложками теплого молока. Точное количество ингредиентов в граммах будет в конце на экране. Дрожжи размешиваем и пока оставляем. Яйца делим на белки и желтки. Старайтесь, чтобы в белок не попадал желток. Белки убираем в холодильник. К 2 желткам добавляем сахар 10 грамм и немного соли. Хорошо размешаем с помощью венчика. Лимон хорошо моем горячей водой и снимаем цедру, не задевая белый слой. Добавляем мягкое сливочное масло. Можно использовать маргарин. Понадобится 125 грамм. Разминаем масло, смешивая с желтками, лимонной цедрой и сахаром. Высыпаем 200 грамм муки. И к этому времени у нас дрожжи полностью растворились. Не осталось крупинок. Выливаем дрожжи с молоком прямо в муку. И аккуратно перемешиваем. Замешиваем тесто. Дрожжи должны сначала смешаться с мукой, чтобы масло не замедляло их рост. И теперь все тщательно перемешиваем, собирая в одно целое. И, собственно, как видите, тесто очень легко собирается. Главный момент, это все-таки масло. Оно не должно быть слишком растаявшим. Буквально меньше минуты вымесим руками. И затем скатаем колбаску. Разделим на 4 одинаковые части. Тесто вышло 400 грамм. Каждый кусочек будет весом по 100 грамм. Теперь берем первый кусочек. Немного подсыпаем муку. Раскатываем в тонкий пласт. По размеру формы. Форма у меня 17 на 23. Вот такое тонкое оно получается. Аккуратно его переносим. Подравниваем тесто. Формируя нижний слой. Теперь берем повидло. У меня грушевое. И смазываем тесто. Берем следующий кусочек теста. И также обваливая его немного в муке. Следите за тем, чтобы оно не прилипало. Аккуратно раскатываю. Точно так же тонко. При необходимости подсыпайте муку. Используем именно повидло. Потому что оно не растекается при выпечке. Это уже у нас третий слой. Снова промазываем. Верхний четвертый слой мы не смазываем. В таком состоянии оставляем пирог на 1,5-2 часа. Белки достаем из холодильника. Переливаем их в сухую чистую миску. Взбиваем до пены. Теперь добавляем постепенно сахар. Взбиваем до пиков. Нарубим грецкие орехи. Добавляем во взбитые белки. Очень аккуратно перемешиваем. За 1,5-2 часа пирог должен увеличиться слегка. Аккуратно распределяем поверх взбитые белки с орехами. К этому времени духовка должна быть очень хорошо разогрета. На 180 градусов. Отправляем сразу же в духовку. Выпекать нужно около 30 минут. При температуре 180 градусов. Пирог сверху получился вот такой красивый, румяный. Даем ему немного остыть. Затем нарежем. Тесто нежное, рассыпчатое. Ароматно и вкусно. Попробуйте обязательно. Ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями. Оставляйте комментарии. На этом сегодня все. Удачного приготовления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok